Мы часто слышим в новостях, что согласно опросам в ЦИОМ, там, общественного мнения, то-то, 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 такие-то данные. И вот недавно мне позвонил этот самый в ЦИОМ. Было очень интересно. Первый вопрос, который был интересный, это какие три новости за последнюю неделю привлекли ваше внимание? Я такой напрягся, стал вспоминать и говорю, ну, самое главное, конечно, это отравление Навального. Она говорит, нет, за последнюю неделю. То есть, явно не хотела об этом говорить, но я сказал, что, ну, хорошо, тогда давайте запишем так. Ответ ОЗХО по анализам Навального. Ну, она говорит, хорошо, я сейчас запишу с ваших слов. И, значит, записала эти слова. Почему это важно для меня? Потому что я считаю, что от этого зависят санкции, которые могут быть применены против России. А это повлияет на курс доллара, это повлияет на вообще все. Вторая новость, которую я сказал, что меня больше всего заинтересовала, это, конечно же, война в Нагорном Карабахе. Ну, в принципе, это вроде как далеко, это вроде как меня не волнует, но, с другой стороны, это тоже чревато какими-то последствиями, потому что, ну, наша страна однозначно поддерживает, кажется, Армению, но есть еще и Турция, которая поддерживает Азербайджан, а вот тут уже получается, что у нас может возникнуть конфликт с Турцией. Турция – это страна НАТО, ну, и со всеми вытекающими посольствиями. А Турция сейчас тоже в очень интересном положении. То есть, ну, не знаю, что, нейтральная какая-то ситуация, просто наблюдаю. Ну, и третья новость, которая меня заинтересовала, это события в Киргизии, потому что, ну, я наблюдаю, что происходит после выборов в Белоруссии. Очень внимательно, но это уже было не на прошлой неделе, а события в Киргизии, вот, буквально на прошлой неделе, там совершенно другой сценарий после выборов. И, ну, у нас выборы через год, что у нас будет после выборов, можно смотреть. Насколько я понял, весь этот опрос – это как раз подготовка к выборам в Государственную Думу в следующем году, который состоится в 21-м накануне. То есть, к чему готовиться, как готовиться, что делать, наши власти очень внимательно смотрят. Почему я так считаю? Потому что следующие вопросы были, ну, очень много про Белоруссию. Очень много. Во-первых, она спросила, слежу ли я за вас, то есть, в курсе ли я вообще, что происходит в Белоруссии. Я сказал, что да, в курсе, конечно. Вот. Кому вы симпатизируете? Спросила она. То есть, а, нет. Поддерживаете ли вы Лукашенко? Да, нет, там, поддерживаю. Вот. Я говорю, нет, не поддерживаю. На чьей вы стороне, значит, там, в этом конфликте, Лукашенко или народа? Я говорю, нет, я с народом. Вот, хорошо. Значит, записывает. Дальше, значит, как вы считаете, должен ли Лукашенко уйти немедленно, значит, либо, значит, не уйти там, значит, вот такие вещи. Ну, я сказал, что здесь я, в общем сказать, не знаю, должен ли он уйти немедленно, потому что страна без власти, это страшно. Я пережил это в 90-е, и я очень хорошо представляю, что это такое страна вообще без власти. Это значит, что бандиты. Дальше она спрашивает. Как вы считаете, что должна сделать Россия в этой ситуации? Первый вариант – ввести войска. Второй вариант – ничего не делать вообще. Третий вариант, значит, там, не помню. И последний вариант – выступить посредником в качестве, ну, модератором как бы, выступить посредником. Я выбрал, естественно, последний вариант, что Россия должна не вмешиваться, но выступить в качестве посредника. Дальше спрашивает. Как вы считаете, должна ли Россия, ну, как-то поддерживать Лукашенко, выдавать ему дальнейшие кредиты? Я сказал, что нет, не надо, потому что надо подождать. Как вы считаете, должна ли Россия, ну, какой-то диалог начать вести с оппозиции белорусской? Я сказал, что да, конечно, потому что, ну, надо как-то, это самое, начинать диалог и готовиться к тому, что Лукашенко уйдет. Вот, иначе, иначе мы опять будем не готовы, как всегда. Если мы стоим только на Лукашенко, который, в общем-то, уже хромая утка. Ну, как вы видите себе развитие ситуации в Белоруссии, значит, там, ну, я сказал, что нужно однозначно в качестве компромисса вот этого надо пойти на какой-то диалог с оппозицией, выполнить ряд требований оппозиции, ну, в частности, освободить политзаключенных, естественно, значит, возбудить дела против тех, кто участвовал вот в этих вот жестоких разгонах, кто избивал, глумился над людьми, то есть, чтобы этого не было, и назначить новые выборы. Кто будет организовывать, вот это вот очень важно, потому что выборы должны быть уже, ну, под жестким контролем, конечно же, международных наблюдателей и так далее, ну, по международным стандартам, чтобы их результат, ну, максимально не вызывал сомнений. Вот такие подробности они у меня выспрашивали про Белоруссию. Ну, согласитесь, что очень подробно, потому что, ну, потому что, во-первых, сами готовятся к выборам, а во-вторых, думают, а что же нам делать с Белоруссией. А дальше почему-то ряд вопросов возник по Камчатке. Она спрашивает, слышали ли вы, что там на Камчатке массовая гибель там животных морских и так далее? Говорю, да, слышал. Ну, как вы считаете, что это там... Верите ли вы, что это разлив с танкера? Я сказал, что, ну, вряд ли, не похоже, потому что там фенолы всякие, ну, и яды не похожи. Вот, ну, она говорит, а на что это вам похоже, как вы считаете? Ну, я сказал, что это, скорее всего, что-то секретное. Похоже, что я был неправ. Вот, ну, считаете ли вы, что что-то там докажут, покажут? Верите ли вы в расследование независимое в России? Я сказал, что, в общем-то, не очень-то я верю в расследование. Еще был блог, посвященный непосредственно политике. Если выборы пройдут прямо сейчас, за какую из партий вы готовы проголосовать? Прямо сейчас вы бы проголосовали. И перечисляет там. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ, партия пенсионеров. И в конце было яблоко все-таки. Вот, ну, я сказал, что за яблоко я, исключительно за яблоко, больше ни за кого, естественно. Вот, а дальше. Доверяете ли вы Единой России? Я скажу, что нет, не доверяю. Там, безусловно, не доверяю. Вот, доверяете ли вы Путину? Нет, не доверяю. Хорошо. Она спросила, из какого я региона? Я сказал, из Калужской области. Ну, естественно, она сразу бомс. Доверяете ли вы исполняющему губернатора Калужской области Шапше? Вот. Ну, и варианты такие. Полностью доверяю. Частично там не доверяю. Не доверяю абсолютно. Вот. Вы знаете, я полностью доверяю. Вот такая вот у меня двойственность. То есть, смотрите. Шапша, естественно, член Единой России. Член Единой России. Но он бывший мэр нашего города. И это открытый человек. И видно было, что он хочет сделать, то есть, вот прямо вот, ну, видно по нём, что его цель сделать так, чтобы людям в городе жилось лучше. И он для этого учился, он для этого предпринимал массу усилий. И за время его мэрства город действительно стал лучше. власть открытая абсолютно. И вы знаете, у нас в городском собрании вообще сплошные члены Единой России. Многих из них я знаю. И вы знаете, у меня тоже они не вызывают никакого отторжения. Это очень разумные люди. очень нормальные, и в принципе я готов поддержать такую Единую Россию. Ну, я ещё немножечко отвлекусь по поводу нашего губернатора Шапша Владислав. Запомните, пожалуйста, это имя. Я считаю, что это наш будущий президент. Один из наиболее вероятных, на мой взгляд, и наиболее логичных кандидатов в президенты после Путина это Шапша. Почему я так считаю? Ну, человек очень открытый, очень обаятельный, улыбается, очень интеллигентный. Он не грубиян, по крайней мере. Я говорю, открытый. И ещё один момент. Он член Единой России, а у нас, если не член Единой России, то, в общем, шансов стать президентом, ну, будем говорить честными, достаточно мало. То есть, скорее всего, это будет какой-то достойный член Единой России. И Шапша на этот пост очень даже подходит. Он очень хочет в городе, он хотел сделать так, чтобы город был лучше. Он учился на каких-то курсах там по урбанистике. Он занимался этим активно. У Варламова был сюжет с мэром города Обнинска, когда они шли там вместе. Варламов совал его в разные мусорки. И он совершенно открыто отвечал. Вы можете посмотреть на этот сюжет. очень достойный кандидат, на мой взгляд. Еще несколько вопросов было по поводу информации, которые меня немножечко напрягают и удручают, конечно. Потому что она спросила, сколько времени в день вы смотрите телевизор. То есть не смотрю вообще, смотрю там от силы два-три раза в неделю. Смотрю, значит, там изредка только новости там, ну и так далее, и так далее. А, ну и больше четырех часов в день. Вот. я не смотрю телевизор вообще. Потом, значит, дальше. А сколько времени вы проводите в интернете? Ну, естественно, я провожу в интернете больше четырех часов в день. То есть понятно, что основной источник новостей для меня это интернет и мессенджеры. Почему меня это напрягло? Ну, потому что я опасаюсь, что ну, понятно, что государство усилит свое влияние на интернет. То есть кого-то начнет блокировать и удалять, что, собственно, уже происходит. А кого-то наоборот спонсировать, что тоже происходит. Там всякие пригожинские тролли и так далее. Их масса кремлеботов всяких. Вот. Ну, это эта деятельность будет развиваться однозначно. Ну, и в заключение хочу сказать, что, в общем, опрос от СИОМа не вызвал у меня такого дикого отторжения. Это очень полезная штука. я отвечал достаточно искренне. А не искренне там отвечать нельзя, потому что во всех этих анкетах, во всех этих вопросах есть какие-то, ну, скажем, из блока вопросов есть какие-то штучки, которые проверяют, искренне ли говорит человек или нет. То есть есть ли у него какие-то противоречия. Ну, я уже заметил, вот, что у меня есть противоречия в отношении к Единой России, потому что с одной стороны я полностью не доверяю Единой России, но с другой стороны я проголосовал за губернатора, который это Единой России. Ну, согласитесь, что это значит, что я не совсем не поддерживаю Единую Россию, в общем, а я готовую ее поддержать, если она изменится. Вот, и я считаю, что такие опросы очень полезны, потому что они позволяют мониторить общественное мнение, ну, хоть как-то, по крайней мере. Вот, мне очень интересно, если мне позвонят из Левада, то есть, как бы сравнить, но очень полезная штука, и видно, что власти готовятся к нашим выборам, которые будут в 21-м году. Да, они спрашивали, если, значит, что-то меня возмутит, готов ли я пойти куда-то там на митинги и так далее, на протестные акции. Я сказал, что да, я готов пойти, я хожу, тут тоже нечего скрывать, вот. Поэтому я надеюсь, что белорусского или киргизского сценария у нас не будет, что власти смотрят очень внимательно на развитие ситуации и там, и там, и то, что у нас было в 2012-м году, то же самое. Они видят, что я интересуюсь Навальным, и я не один, наверное, такой. вот. Я надеюсь, я надеюсь, что ну, смотрите, любое руководство страны должно не вызывать отторжение внутри страны, если не будет вызывать отторжение внутри страны, если оно действует в интересах людей, живущих в этой стране. если оно действует в интересах большей части людей, а не жалкой кучки, которая окружает, ну, скажем, сейчас президента, или, скажем, конкретно группы чиновников, группы там депутатов социальной, а на остальных наплевать. Вот. Если руководство страны будет действовать в интересах всего населения, то политическая система будет устойчива. Вот. И поэтому я считаю, я считаю, что это очень полезная штука, что руководство готовится, руководство понимает, руководство решает, что делать. Ну, и наоборот, когда Лукашенко просто сказал, что ему наплевать на народ, на его мнение, и он растоптал это мнение в грязь, ну, вы видите, что произошло. Несмотря на то, что он совершенно искренне хочет сделать, чтобы народу жилось хорошо, но когда это приходит уже в противоречие, вот в такое, он говорит, нет, ребята, самое главное это то, что я хочу быть президентом пожизненно, а потом мой сын еще будет президентом и так далее. Вот. Ну, конечно же, вот эта характерная песня «С любимыми не расставайтесь», дорогой, как бы, твое мнение это твое мнение, мнение народа это мнение народа. Вот. Я надеюсь, что этого не будет у нас, я надеюсь, что наша страна проявит наше руководство большую, больший разум. Я надеюсь, что все будет все-таки на улучшение. вот. Ну, вот такие мои рассуждения. ранее. Продолжение следует...